о спасибо рифу подъехал видите как раз погодилась солнечно ооо это что там тпс пошел он до перед уфой наверное километров 40 даже уже вот стой горки было уфа видно еду после этого жюрика так спать охота ну все прям глаза закрываются хоть и не знахать спички вставая вставляю спички они все равно ломаются заехал ну думаем дреману спешить то некуда полтора часа как пшеницу продаж если бы не вот этот человек на рифе наверно и дальше спал бы а так подъехал он зажужжал много фонарики помыть да надо надо раз по моим честное слово у меня там водичка есть раз по мою это хорошо тепленько уже здесь пригрел с этой кабель вот что значит только не спеши что уже расслабон пошел ехать на заднюю передачу можно до этой до пензы завтра встречались надо было напрягаться так это хорошо напрягаться так субботу ой где бы кашвара закрывается о водичка есть сейчас мы помоем фонарики на солнышке у нас было все видно по наши фонарики было хорошо и дать чистота номера я не тру этими щетками так большего грязь бить а боковые не мою лень вот этот надо помыть рожок заодно и проснулся гуд а а лис гуд норм в общем не один я да человек вообще зашторился самарский красавчик после обеденный пересыпь все это расщухиваться поедем ой разморила растащила с такими успехами все они хотят до какой-нибудь татаре доехать ну татаре ландо самарской области все уже сейчас он знак 6 на 8 сюда направо уже временные знаки бы повешали можешь как андрей говорил что идет пошла как хотела сказать амнистия не это распутиться используйте дороги проекте 41 км где это мы ну я не знаю как это место называется куда-то поворот вот сбор спустились что-то где-то кто-то накосячил лица уже ругаются ругаются постоянно плюс 9 сейчас у меня показывает здесь чтобы не рассмотреть на такое солнышко на после такого обеда шашлык картошка жареная что еще взял салат опять чуть утоптал а вон у вас правой стороны вдалеке не знаю видно видно дымит и вот там дальше уже дома видны столица башкортостана здрасте все нормально остановочку те кто-то скажет койл рядом какая обстановочка я спал полтора часа поэтому я не могу обстановку сказать если интересует была 9 километров колейка но она пошла перецим за аварий будем пробовать дальше пробираться надо сказать что-то проехать сегодня и это время 1 2 3 часа по месту на свинучка а и и и и Впереди, наверное, у кого-то колесо выстрелило. Ладно, давай. Да-да-да, вот аж метки только валяются. Вот, видите. О, у самосвальчика. Вон, кусок торчит. Средняя ось. Средняя ось, тонарчик. Ну что? Немножко фитнеса ждет коллег. Видите, средняя. Сто процентов что-то подняло. Ну и плюс гружоный-то он явно, судя по полному кузову, там, тридцатка минимум. И средняя ось выстрелила. Бывает. Знакомо. Наша пока тут-то выедет. Сейчас широкая уже должна пойти. Ремонтик этот, перед духой которой. Скоро здесь тоже будет широко, классно. Скорее бы. Белая, еще белая. Я думаю, ей чуть-чуть осталось. Может, неделька какая. И она тоже скроется. Совсем чуть-чуть. Уже по берегам, видите, совсем льда нет. Все. Сошло. С таким теплом. Сейчас плюс 7, плюс 9, плюс 10. Хотя, вот, рыбаки на льду еще вон топчутся. Не боятся выходить. Хорошо за зиму промерзло. Ну, здесь залив. То есть, понятно, течения нет. О, же моют. Красавцы. После зимы. Мы идем прямо, понятно. По М5. Надо будет следующий рейс, если сюда на восток, поехать по М7. А то по одной М5 туда-сюда, так уже как-то совсем скучно. Одно и то же. Или вообще с севером пойти. С Москвы туда через Ярославль, Киров, Пермь. Катя, вот той дорогой. Но это если грузиться в всех краях, будем. Вот так и поедем, сто процентов. А так, мы же грузились с этой стороны и выгружались. И угружаться нам Чехов с этой стороны. Да и домой нам в эту сторону. Не прямо, не в эту, но... Здесь, короче, недалеко. Будет когда Чехова. На автобус или на поезд. Кстати, надо будет уже задуматься. Наверное, завтра погугли с билетой. Ну, это завтра, не сегодня. Сегодня еще рано. Ну, а это вот так. Коллега, я всегда так вожу. Тут рядышком. Какая-то остатка ходит. Там еще не было полосок 3-го района. Ремней? Мы не знаем такого. Мы всегда так возим. Мы, правда, с кониками уже хорошо. Хоть коники есть. По идее, с кониками никуда не денется. Ух ты, новенький, да? Да, конечно. Мновенький, новенький тракторчик с прицепом. Вот и Уфа закончилась. Кстати, вот хорошее кафе. Это надо иметь в виду. Это если до Жорика уже здоровья не хватает доехать. Бывший пост полтинник. Ничего не надо. Только полтинник. Ехали мы, ехали. И опять приехали. Рацию, конечно, уже выключил. Но это все впереди. Тот же наш веселый мост. Говорят, на нем ремонт иезод. 7 километров колейка. Сколько мы тут протолкаемся? Я думаю, долго. Ой. Надо в кабину прятаться. Да-да-дам. Время 3 без 5. Уже минут 20 тут отстоял. Ну, ориентировочно осталось где-то в полтретьего. Вот посмотрим, сколько мы его пройдем, через сколько. Но, похоже, тут часть-ка на два мы здесь прилипнем. Запросто. Хорошо стоим. Так-то продвинулись метров на 800. А так вот, видите, туда-туда и куда-то туда. Куда-то вот туда уходит колейка к тому мостику. Что там? Я сюда ехал, не что делал, подлатали. Сейчас, может, опять уже его растолкли за нитей. Вот хорошо, когда не спешишь, ты как-то до фонаря. Ну, стою, стою. До баллов доедем и на стоянку встанем. Дальше не поедем. А если когда вот торопишься, вот, пацаны стоят. Сроки, все дела, туда-сюда. Кстати, да. Вот по поводу аварии, что мы видели в СИМе. Димка позвонил, говорит, в АТИ написали. В общем, Делка, который наверх шел, навстречу вышел. Вот так в АТИ написано. Чего вышел навстречу, неизвестно. Короче, Делка насмерть. А с горы спускался молоковоз. Я беру свои слова обратно. Нет, вернее, не беру по поводу то, что бочки носятся. Это факт, который необходимо признать. Но спускался молоковоз. Он уходил. Ну и, в общем, итог увидели. Водителю молоковоза вообще ничего. Живой и даже, может быть, как ни царапин. А Делка насмерть в водителе. Вот и все. Почему они там все на обочине? Может, их столкнули уже. Это произошло сегодня утром, 8-го, 6-30 утра. Берегите себя. Нет, эта проблема не с мостом. Наверное. Или они уже открыли? Может быть, просто уже открыли? Нет, с мостом асфальт ложили. Вернее, укладывали. А может, и ложили. Да. Дополнительно вот этот. Вот он, этот мост. Я когда сюда ехал, дальше там ремонт шел. Там тоже вложили. Или укладывали. Вот этот чермосан. А это, может быть, сейчас еще дальше станем. А нет. Бежим, бежим. Вон, колейка оттуда начинается. Да, вот из-за этого участка. Но они что-то техники нет. Они, видно, уже тут все поделали на сегодня. Вон вся техника. Вот из-за этого вот кусочка сейчас, в данный момент, происходит торможение. Ну, нормально. Засекаем километраж. Час я потерял. В принципе, не так страшно. Нет, просто не верю, блядь. На самом деле, это же, блядь. Мы здесь стоим около Болгарии. Вы стояли, вы трожаете. Сейчас поедете, не переживайте. Не волнуйтесь, сейчас... Не волнуйтесь, сейчас поедете. Эти решили не стоять. Эти решили мимо колейки. Стоять еще, ерундой заниматься. Я думаю, тут тоже неплохая. Поехали. А, ну, поехали. Поехали. Давай в левый ряд, блядь, левее, блядь. Сейчас же будут кресть, блядь, сейчас я вперед проеду. А, тут сейчас расширение. Сейчас по две полосы. Пацаны собираются перекрывать. Сейчас посмотрим. Ну, у вас, блядь, тут продавливается, с этой стороны. Ну, все, что? И, блядь, поедем ее, разберемся. Сейчас хули лезть будут сидеть, блядь. Ну, хули, а у плохого капли, да? А, нет, с этой стороны не все так страшно. Три километра, три километра, вот, примерно. Ну, три километра, да, это, как бы, не критично. Сейчас нашу сторону пропустят, и вы пройдете полчасика, поцерпите, и все будет хорошо. А мы топим дальше. Ну, что, там вроде на Олгу поехали, да, Вет? Да, на Олгу. Нет, ну, в третьем ряду, это, конечно, я уже занавто так это оказался, вы видите. Автовозу не солидно в первом ехать. А тут первый ряд не жалуют, да? Не солидно, солидно, бобром. Получаем, ой, получаем, продолжаем получать наслаждение. От езды по ремонтам. Вот это второй ремонт, на котором, когда сюда ехал, тут была такая, конечно, колея стояла очень большая. Мы, как бы, не стоим, очень едем, но очень медленно. Так, ползем. Ну, тут вот такими кусками повырезано, поэтому, возможно, и сунемся так еле-еле, потому что, если тут разогнаться, тут мосты поотрываешь на этих вырезах. Ползем, ползем. Если выходить на Московское, уже 4 часа. А в местного уже 18 часов. До Бавлов еще 91 километр. 92. С такими темпами, то еще часа 3 до Бавлов всех будешь ехать. Ну, вот видите, ну, куда же ты тут понесешься? Оп! Так все потихоньку исползают. Поэтому и сунется колейка. С одного на другой. Повырезать, повырезали, а когда заделывать будут? Внимание, ведутся дорожные работы. Ну, это мы и так видим. Крадемся! Потихонечку. Что ж, дорожные работы довести тоже надо. Асфальт сошел, если со снегом надо восстанавливать. А восстанавливать без создания затруднений на дороге, наверное, невозможно. Да не, наверное, невозможно. Поэтому, что, временные трудности поцерпим. Наверное, сейчас побежим. Сейчас закончится. Так, впереди просто смотрю. Вот и как дальше уже машинки бегут. Блантана тут заблудились. Бывает, тоже бегают сюда. В Казахстане, скорее всего, идет. Ну, 99%. Вот, ремонт. 400 метров. Пустой, эти круги, восьмерки какие-то тут вырисовывают. Нет, не бежим мы еще пока. Здесь вообще сняли асфальт. Срезали с обоих сторон. Куда что тут разгонишься? Сезон ремонтов. Сезон гололедов закончился. Пришел сезон ремонтов. А вот уже, видите, конец зоны всех ограничений впереди. Сейчас полетим. Как полетим в эту? Сейчас у нас же уже Оренбургский кусочек Оренбургской области должен начаться. Ну, не сейчас, а позже. Еще мы Октябрьский не проехали. Серафимовский или Серафимовский? Серафимовский. Андрей, Ваминный. Оттуда. С ренушки, на ренушке которой. Ну, вот они уже должны быть скоро. Вот как только Октябрьский проходим, и сразу же Татарстан. Нет. Подождите, я что-то не... Да, Татарстан начнется. Нет, Оренбургская начнется. После Оренбургской начнется Татарстан. Да. Нет, подождите, я что-то... Нет, Татарстан начнется. Потом Оренбургская. Да, все, что я... Правильно. С Башкирией, Татарстан. Мост 2 часа. Все верно. Надо на стоянку ехать. Все, это уже мозги не собрал. Топыщ пошел. Ничего себе. Сегодня погодка меняется постоянно. То потухнет, то погаснет, то свет, то дождь, то зной. Красота. Лепота. Весна. Снега нет, но еще эти водоемы замерзшие. Все тот же Октябрьский. Нет, здесь потрясающий видон. Просто потрясающий. А летом... Не передать словами, какая тут красота. Все, у нас Башкортостан заканчивается. Нет, там он еще какой-то уважает. Чаюга сидит на лунке. Вон, видите. Один какой-то там, он сидит, кого-то там все ловит. 21 километр до Павлинского кольца. И там километров через пять наша стоянка. Ну, куда собираюсь заехать? Все, и там. Там и заночуем. Еще тут часик-полтора и стемнеет. Вроде как дальше там особо таких чистых стояночек нету. Ну, может и есть, но я знаю, еду, торопиться. Мне некуда завтра за день до Пензы. Не спеша заедем. До новых встреч в Башкортостан. Уже, надеюсь, в следующий раз поеду. Все зелененькое тут будет. Красота будет. Гореть с огнем. Я имею в виду красотой. А не в прямом смысле слова. Ну, мост два часа. Мимо него нельзя проехать, правильно? Не снять его. То есть, как бы... Сейчас семь часов вечера. Через километр уже будет пять часов вечера. А нет, в рову через километр. Подождите. А, да, да, вот, все. Вот, река Ик. Да. Мостик подгулявший, чтобы мы сильно не спешили. Плавненько переходили. Часового пояса. Только что тут реки-то-то вообще не... Ручей какой-то один. А нет, она замерзшая просто. А-а-а. Ик еще не вскрылся, значит. Красавчик. Welcome to Tatarstan. Там тоже так по льду смотрю. Смело они ходят. Не знаю, такое цепло стоит уже стремно. Должно быть. Павлинский район, Татарстан. Здрасте. Будем здесь свободненько. До знака успеваем. Я думаю, вам слышно, да, какой ветер на улице. Солнце светит. На небе не облачко, а всего лишь плюс два. А ветер у нас оттуда, слева. Поэтому надо сейчас, если спать, становиться. А мы сейчас будем становиться. Надо становиться, попробуй постараться мордой туда. Уже голова болит. Уже целый день. Если станем туда, влево мордой, без автономки, очень быстро нас выдует. Быть некомфортно. А время еще только полу шестого. Просто не хочу сегодня дальше ехать. А завтра подальше вообще. А так сегодня половина, завтра половина. Два дня распределить на дорогу. Можно и сегодня в этот прилететь. Ну, смысла никакого нет. У нас выгрузка только в понедельник. Какой смысл рваться? На пятницу мы не успевали. А на понедельник мы и так спокойно приедем. Та-да-дым, та-ды-ды-тым, та-ды-тым, та-ды-ды-дым. Так, та стоянка хорошая. Я-то в кафешку ходил Здесь увидел асфальтированное Все Не знаю, есть дорожные Если нет, значит Занал Самое главное, что, чтобы было Правильно 4G интернет Сколько 4G Все Это радует Надо встать к солнцу перед И мордой туда Получается, чтобы там ветер к мосту Если получится Если нет, то станем как есть Вот тут в Беровске даже банкомат есть Ремьера Да Димыч говорит, езжай сюда Корешок мой Дальше говорит, все печально В том расстоянии, которое ты хочешь проехать Где тут у них Заезд На следующем повороте Поверните направо Здесь прямо заезда нет Или есть Что-то не пойму я На стоянку где въезд Нам надо С той стороны заезжать Да, здесь перекрыто все На следующем повороте налево А вон пацаны как раз там и стоят Я смотрю Брусчаткой все выложено Да, смотрите Все просто по фэншую Вот так вот и мы станем Мордой сюда И все будет Должно быть Хорошо Я так понимаю Там С путиком бегает Значит и дорожная сеть тут имеется Охранник Короче, разберемся Красивые Оренбургские степи В лучах заката Да, да, не удивляйтесь Я не стал на той стоянке Все хорошо Да, чисто Аккуратно Кормят Хорошо Но интернета Там нет От слова Совсем Не знаю Но именно Моего билайна Вроде я там когда кушал Он был Но я стал Даже голосовое Вот отсылаешь И оно не улетает Ну Не вариант Тем более Завтра рано Выезжать не собирался Короче, поехал Пришел охранник Я к груне Не буду я стоять Выехал Ну вот По правой стороне Пока Стоянок не было Чтобы можно было Где-то притулить За полевой была Но заезда на нее не было По телефону Ты сейчас Три парня Завтра Передачу Перекрочить Вот Вот А это мы едем Ищем Не знаю Вот По Оренбургской Так По Оренбургской Так вот Везде был хороший Вот сейчас Здесь Как бы Нету Сразу Выехал Может быть Сейчас Здесь Возле Поста Будет Нормальный И стоянка Будет Короче Я заезжаю Какая будет На ту и заеду Но здесь Красивые места Тоже Вот эти Холмы Степные Такие Оренбургские Степи На Казахстан Похож И на Забайкалье Местами Особенно Вот тут Как Как Сопки Забайкальские Не ну конечно Забайкальских Им далеко Но Какая-то Небольшая Ассоциация Есть В общем Едем Ищем Где мы Попарканемся Увидел Какой-то Вот Надпись Мотель В стороне От дороги Тут Метров Триста Интернет Четыре Джи Лифичный Разворот Там Где Это Разрешено Перепроложить Наверное Здесь И станем Чего ты Мне махаешь Стой Завод Здрасте Застаем Сорвление До До Следую За Чего За Займете Да Потом Там О Просто Там Подписывайтесь так как становиться куда лицом туда мордой а ну хорошо хорошо чуть живой побольше прицепа пробую туда засунуть куда тут его побольше засунуть сюда налет что ли так я сюда сам заеду налет вот так вот и стану что уклон получается в эту сторону наверно оттуда только к краю самому припарковаться и сюда морда я и загоню потому что если назад стать получается ты вниз будешь стоять в принципе какая разница вниз так вниз да вот здесь краешку здесь вот самого стану да и все но на шипе тут не утонул бы не должен вот самого края 100 рублей да бог с ним интернет есть есть все самое главное есть вот 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 Прицеп подальше затолкать. Уже дальше некуда. Прицеп подальше затолкать. Прицеп подальше затолкать. Все. Вот так вот сама норма. Немножко кассетницы сугроб подровняли. Не страшно. Кто-то столб завалил. Кто-то тоже так толкал назад. Это не я. Он уже лежал до меня. Но он горит. Все прикольно. Нормально. Я думаю, может я и зря так сильно жался к боку. Я сомневаюсь, что здесь будет перебор автомобилей. Ну, кто его знает. Пойдем заплатим 100 рублей. Главное, что интернет есть. Если что, можно завестись. Никому спать мешать не будем. Вроде ветер стих. Это хорошо. Так что пойдем все сделаем. Заплатим. И будем отдыхать. Поужинаем. И будем спать. Поехали.